так еще 20 минут мы приехали на занятия на 20 минут раньше раньше может погуляем почему давай погуляем на чем мы там будем стоять 20 минут давай пойдем песочница погуляем нет да нет ой там да да там нельзя там что-то делают газонокосилкой косят ладно пойдем тогда я думала погулять в одно окно смотрели двое один увидел дождь и грязь другой листвы и зеленая вязь весну и небо голубое в одно окно смотрели двое знаете мне кажется что когда люди смотрят с разных уголков планеты мой канал это именно вот как из этих строк омара хаяма в одно окно смотрели двое и мне бы очень хотелось чтобы было побольше людей которые видят листву весну и небо голубое я показываю жизнь на своем канале такой какая она есть но к сожалению некоторые все равно где-то видят негатив где-то льют грязь давайте все оставаться людьми несмотря на происходящее сегодня 24 августа 2023 года харьков я продолжаю свой видео дневник и сегодня у нас в стране день независимости очень многие меня с утра уже поздравили поздравляю всех украинцев днем независимости спасибо за ваши поздравления мы с амираном приехали на занятия возле меня опять кружит кошечка трехцветка которая здесь кто следит за вами постоянно знает что здесь живет кошечка трехцветка кто-то просил меня ослабить и ошейник она не дается в ручке поэтому ослабить и ошейник я вряд ли смогу может быть здесь есть люди которые живут местные жители я же здесь не местная и она им дается в ручке мне нет я думаю кто-то это сделает потому что да действительно уже как-то слишком туго вы правильно заметили что я вам сегодня хотела рассказать ну во первых у нас прекрасная погода солнце светит но с утра не сильно жарко было это уже радует были воздушные тревоги с утра несколько штук ночью была воздушная тревога ночь прошла тихо взрывов я не слышала ну по крайней мере я не слышала я всегда говорю исключительно то что я знаю еще хотела сказать по поводу вот писали мне комментарии на тему русского языка не знаю какой-то человек я уже тысячу раз об этом говорила и канал я веду на русском языке в жизни я разговариваю на русском языке и у логопеда амиран занимается на русском языке но тем не менее человек я сейчас прям добавлю скрин начал мне писать скажет я так понимаю он только попал на мой канал возможно он иностранец и вот он стал спрашивать а реально ли разга действительно ли все разговаривают на русском языке в харькове ну не все но кто хочет разговаривать на украинском так было и раньше мы все друг друга прекрасно понимаем очень часто диалог и люди даже видели на моем канале когда ко мне вот приходили недавно зрителя либо когда я где-то в магазине очень часто диалог складывается из допустим мачек со мной говорит на украинском я говорю на русском и мы прекрасно друг друга понимаем и не переходим на тот или другой язык ну процентов наверное 80 сейчас разговаривают на русском языке а процентов 20 перешли на украинский язык ну это не мешает нам как-то разговаривать и жить и дружить и я в этом ничего такого не вижу еще человек спросила что будет если в магазине допустим вас вас не заставляют перейти на украинские с языка агрессора и нет мне вот главный вопрос нет никто не заставляет опять эти газонокосильщики пришли это уже какое видео но видите наводят красоту в городе постоянно на регулярной основе поэтому иногда не дают мне сказать будем уходить так вот хотела сказать по этому поводу почему-то постоянно я сталкиваюсь с этими комментариями на канале под видео постоянно спрашивают я так понимаю в сми активно разгоняется тема что запрещают разговаривать на русском языке что не дают разговаривать что ну в общем я хочу сказать что таких ситуациях нужно верить только своим глазам и своим ушам они сми для заметила знаете сми они делают такую вещь они все время создают панику какую-то вот в новостях очень часто заголовки панические кстати когда мне кто-то говорит про заголовки у меня заголовки в девяносто девяти процентах соответствуют видео но в сме и вы посмотрите что в сме вообще рассказывают показывают и какие у них заголовки а потом в общем вы поняли все прекрасно еще вы у меня просили очень многие вчера чтобы я поделилась рецептом вкусного борща как-то на стриме на прошлом или на позапрошлом я рассказывала каким образом я готовлю борщ на не все же видели показывать не буду я я не хочу чтобы мой канал превратился в кулинарный вот эта уборка кулинарить мне не нравятся такие вещи у себя на канале я это я этого всячески пытаюсь избегать я вам расскажу на словах значит нужно предварительно сварить в чистой воде мы всегда берем воду либо в харькове либо родниковую либо у нас автоматы с водой в общем чистой воде из под крана воду я не использую для готовки чистой воде нужно отварить говяжье ребро по весу ну где-то 800 грамм если у вас большая семья тут уже нужно исходить я варю на четверых то есть два взрослых два ребенка 800 грамм говяжье ребро она отваривается часа два дальше бульон этот я сливаю я не готовлю на этом бульоне я беру опять чистую воду наливаю в кастрюлю кипячу туда эти ребра кладу уже порезанные а предварительно сваренные немного картофеля нарезанного соломкой и мы делаем зажарку нам нужно нарезать соломкой свеклу соломкой морковку поджарить это на сковороде обязательно на подсолнечном масле затем добавить драматную пасту несколько ложек перемешать и вот это вот эту зажарку лук я не добавляю но это мое мнение если вы любите лук еще в эту зажарку люди кладут лук у меня без лука в общем эту зажарку свеклу с морковкой и с томатной пастой я отправляю в кастрюлю там где уже у нас варится картофель и ребра дальше я когда сварится где-то проходит у меня минут 15 картофель уже практически готов я добавляю сладкий перец тоже порезанный соломкой я всегда в боже добавляю сладкий перец но это мой такой рецепт я добавляю нашинкованную капусту и любимые специи по вкусу специи добавляю много часто я покупаю уже такие знаете в пакете к борщу к супу там очень много идет разных специй которые уже идеально подобраны для главное чтобы там не было глутамата натрия я всегда за этим слежу чтобы специях не было чтобы вообще состав не ходил глутамат натрия я считаю что он вреден ну а там поступайте так как велит вам ваше сердце и разум и обязательно уже когда больше сварится в конце сметана подается и очень много зелени я бросаю всегда много зелени я зелень не варю я бросаю ее свежую петрушку укроп кинзу что есть зеленый лук бросаю это все уже в тарелку каждому члену семьи еще многие делают в украине борщ и когда делается зажарка то делаются шкварки из ну и сало зажаривается еще сало зажаривается лук у меня так семье никто не любит лук и сало мы едим только исключительно я рассказывала замороженное я покупаю сало с прорезью чтобы там было очень много мяса и чуть-чуть сало вот эта вот полосочка замораживая просаливаю его замораживаю несколько стуток морозилки потом нарезаю очень тонкими пластинами замороженное сало такими полупрозрачными это даже можно сказать не сало мясо ну и вот так вот у нас едят жареная никто не любит да и вообще кроме меня с норой сало никто не ест вот такой вот рецепт если вам понравилось не забывайте поставить лайк подписаться на канал кто еще не подписался жду вашей подписки здесь так сороки здесь семьи семья сорок живет я вам когда-то рассказывала еще весной мы видели маленьких птенцов четверо и мама и знаете что удивительно вот очень часто там все четверо не доживают до взрослого возраста да там кто-то из гнезда вывалится кто-то какого-то коты съедят здесь все четверо дожили до взрослого возраста и они продолжают жить с мамой они все вместе вот так вот в пятером и живут у них здесь дружная семейка возможно даже у них есть папа но я всегда наблюдаю с таким умилением за их жизнью друзья всем хорошего дня хорошего настроения мирного неба крепкого здоровья и помните самое главное что все войны заканчиваются миром